Добрый день, читатели Комсомольской правды в Украине. Сегодня у нас в гостях продюсер и организатор вечера памяти имени Николая Мозгового, Алена Мозговая. Здравствуй, Алена. Рады видеться. Здравствуй, Таня. Давно не виделись. Давненько, да. То есть, то есть. Итак, первый вопрос. О читателе, пять лет, как с нами нет Николая Мозгового, даже не верится. В этом году, на вечере памяти вашего отца во дворе Украины, будет особенная программа? Ну, вона каждого року особлива, ну, каждый вечер особливый, и каждый раз он новый. Ну, принаймні, я пытаюсь что-то новое придумать, чтобы не совсем повторяться. Деякие повторения будут, это касается песенников, потому что так все стало, что некоторые песни настолько нашли своих выпускников, что, у меня такое впечатление, что они писали специально для них. Ну, там, я искриваю приклад цього, это Эрика и песня Троянна Ружа. Вона так же з нею зрослась, что... И вона живе, пісня живе, вона ее спевает в своих концертах, в своих выступах, и она ее заспевала просто как-найкраше. Поэтому и цего года будут, я думаю, таки лучшие попадания и поединение песни артиста. И я думаю, что и цего года будет такой результат, что эти песни будут спевать как-найдовше. Ну, в принципе, это и есть главная мета, кроме того, чтобы пригодить таток, пригодить его песни. Найголовнее, чтобы песни жили. Еще вопрос. Какими трудностями вам пришлось справляться в процессе подготовки вечера памяти? Как выбирали песни для исполнителей? Они просили исполнить какую-то песню или же вы сами советовали? И я всегда радую песню, но бывает такое, что виконавец говорит, что я не знаю, как спевать, не чувствую. И, конечно, я иду на встречи, и тогда мы думаем и что-то меняем. Цего года были такие прецеденты, и именно из такого случая буду спевать я в концерте. Потому что я не планировала этого делать. Но песню, которую я очень люблю, называется «Матіоле», я дала Насте Приходько, потому что она с низкой теситурой, и там должен быть такой голос, как у нас, низкой, но она не слышала, и говорит, что я не знаю, как спевать. Она очень лиричная для меня, мне что-то более драматичное нужно. И поэтому так все стало, что думаю, ладно, я уже заспеваю по старой, доброй традиции, а Насте как-то на думку стало, что нужно попробовать знайти вокальный трек и попробовать сделать дуэт Минаедені и ей тата. Я нашла вокальный трек «Тата», и сейчас мы так компонируем, компонируем. Ну, это не так легко, потому что спевать в тональности его нелегко. Это мой минор, ну, то есть музыканты меня не понимают, кто что-то там в музыке клепает. Низкувато, навіть для ее низкого голоса низкувато, но ей вдаётся, я думаю, что на концерт ему почую и будет классно. Пришло ещё вопрос во время онлайна уже. Доброго дня, Олена. Чи допомагал вам Володимир, подготовці вечера памяті? Якщо так, то чим? И не хотела, чтобы она спевать с ним дуэтом, одну из песеней Миколына с головой? Дякую за ответ. Ну, я взагалі стримать не хочу, я ж кажу, что я не планувала, это уже так все стало. Но дуэтом мы не плануем спевать, потому что я не спевачка. Я думаю, что когда-то он спевает дуэтом с кем-то из наших спевачек, а может не из наших, но это все когда-то будет. Допомагал, конечно, помогал, даже тем, что я радуюсь, там, деколи я спрашиваю, что он думает с приводом выбрания песни для того или иного, виконавца. Мне что-то подсказываю с точки зрения вокалиста, прежде всего. Поэтому помогал и посидеть с солью, когда мне нужно что-то так заглибить в творчество. Поэтому помогал. Программа уже готова, на какую стадию завершена? Чекаю еще 2-3 демки, у меня там есть такие штрафы, которые до сих пор не выслали. Ну, уже дійшло, там уже одна-два залишилась. Ну, потому что я не могу, не маючи уявлення про каждую песню, за настроем, за подачей, в каком саме стиле аранжевания будет, скласти всю картину. Потому что, ну, два пазли не хватает, картины нет. Поэтому она, в принципе, готова, но эти два пазли мне дойдут, и уже будет тогда картина маслом. Ну, в принципе, на 80% готова. А сколько артистов будет выступать? 26 песен, и, ну, артистов трохи больше, потому что там будут поединены, где-то не берут. Спасибо. Так, следующий вопрос. Расскажите, какие песни, каких исполнителей больше всего любил ваш отец? И как вы, дорогая наша настоящая патриотка, все спеваете, потому что стали еще лучше выглядеть? Откуда черпаете столько сил и энергии для творчества? Ну, моя радость, натхнение – это моя саломия, и тому вона меня надихает, и заради ней все в жизни сейчас добывается. Как часов встачает? Ну, встачает, как-то не знаю. Если не заниматься какой-то ерундой, то, в принципе, на все встачает. Так, правильно распределить и сделать преоритетную такую себе табличку. Тобто, сначала дитина, потом все, решта. Ну, если так разкидать время на все, то все встачает, в принципе. Что там на початку было уже? Про песни, какие песни? А, какие он любил? Ну, конечно. Ну, он очень любил Кул'ю Эвлесиаса. И когда сделал такой подарок и себе, и для птичан Киева. Когда первый привез его в Киев, в Украину. Очень любил Том Джонса. И я с детства слушала именно этих двух игроков. Поэтому, в принципе, у меня непоганный музичный смак сформировался. Но я его не встил запросить, но работал на эти вопросы. Ну, он уже старенький, но еще спевает. Может, когда еще почуем, на живо, еще встилем, кто-то привезет. Я не помню, кто-то из артистов у нас на онлайн-конференции, может, даже и Вова рассказывал, что во время исполнения песни Мозголового почувствовала там прям присутствие самого Ника Петровича на сцене. У тебя лично есть какие-то такие мистические истории, связанные с папой? Ну, я, в принципе, весь час так чи иначе відчуваю его присутность, его допомогу. Я знаю, что такие близкие нам люди, они, в первую очередь, у них там есть свое життя. Я верю в то, что там есть життя после. Потому что, ну, если бы там ничего не было, какое-то продолжение, то, в принципе, и это життя не мало в сенсу. Поэтому, скажем так, когда они, мы там очень заглопотаны, я думаю, что они там спостерегают за нами, их как-то допомогают, намагаются еще что-то подказать. Мы не всегда это чувствуем и чувствуем, но я думаю, что мы где-то так под пильным оком их. Но когда нам очень грустно, когда нам очень грустно, я думаю, что они приходят, ну, это 100% они чувствуют, что грустно. И поэтому, в принципе, говорят, что не надо так очень ридать и заливать слезьми, потому что им от этого очень плохо. Когда нам плохо, им плохо. Поэтому, ну, нужно вспомнить их с таким позитивом, вспомнить что-то доброе, что у нас было, как будто бы было доброе. Поэтому я уже почти не плачу никому. Спасибо. Вопрос следующий. Здравствуйте, Алена. Всегда уважала Вас как личность, но не могу понять, чем связана Ваша агрессия по отношению к Ирине Биловой, ведь она – патриот Украины. Возможно, Вы уже помирились по беседам по душам. Какая у меня может быть агрессия? Я прокинулась с ранку. Мне присылают листья какие-то. Наверное, больше мы теперь не подруги Алена М. Я сейчас читаю, взагаля не может разуметь, до чего это. Является, что она вырешила, что я писала пост. Я писала пост взагалі. И точно не знаю, кто там в Крыму, я не исследовываю эти истории. Тем паче, она точно не для того, чтобы исследовывать Instagram Киркорова. Не дай бог. Такую участь дивную. Поэтому я не знала взагалі про ту фотку, про то, что там все началась така буча, и цей лист. Ну, а как я повинна, наверное, выдерживать было? Сказать «дякую». Ну, я ей сказала «дякую» по-своему. Ну, что еще я могла сказать? Это, ну, то есть ее вопрос, ездить в Крым или не ездить в Крым. Меня спросила, как я до этого отношусь. Я сказала, что это анекционная территория, территория поза законом, и я считаю, что ездить туда не можно. А как она там на это думает и видит? Хай, она доросла женщина, знает, что делает. Ну, я так понимаю, вы после этого не общались? Нет, я не общалась. Вопрос такой. Знаю, ваша семья еще при жизни Николая Мозглова хорошо дружила с Тесси Павали и Игорем Лехутой. На конкурсе Васюка в 90-е папа настоял на том, чтобы Павали дали гран-при. Аня Лорак, который сейчас обнобят все, кому не лень, ваш папа назвал лучшей в Украине певицей, записав с ней замечательный дуэт на песне «Маная Даним и Найанич». Как сейчас изменились ваши отношения с этими артистами? И вообще сильно ли судился круг ваших шоу бизнесовых друзей? Ну, друзья – это очень голосно сказано. Мы никогда не были друзьями, никогда не дружили. Друзья – это совсем другая категория. Мы переодолировали, были хорошими и знакомыми, но мы точно не друзьями. Это, по-перше. По-другому, от того времени, когда это было, много чего изменилось в этой стране. И за последние два года мы стали свидетелями и участниками тех событий, которые происходили. Поэтому каждый выбрал свой шлях. Это нормально. Они выбрали свой шлях. У меня свой шлях. И я больше, чем переконана на 100 миллионов, миллионы суток, что також бы был на Майдане, если бы был жен. Поэтому, с уверенностью, можно сказать, что его шлях был такой, как и в меня. И в меня, как и в нем. Поэтому просто у нас разные шляхи. Селевые. Далее читатели спрашивают, что для вас значит фраза быть патриотом. Ну и я хочу продолжение темы спросить про волонтерскую деятельность. Вы, я знаю, что… Ну я занимаюсь по умирности каких-то сил и возможностей. Я не могу сказать, что я такой волонтер, не надевать себе какие-то медальки и сказать, что я там много много сделала. Ну что я могла, то и делала. Что могу, то и делаю. Зараз меньше. Всего времени больше. Там… Тому… Ну… 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 Вроде же, как и перемирие, и так… И так… Ну… 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 Все, знаете, яке. То… Якух… Якщо є якась зайва, там… Копить чинна, ну… Пойдіть, щось купить таке смачненько. Принесіть хлопцям. Якщо є щось… Таке… Приберіть гардеробно точно у чоловіка, мають бути якісь там зайві спортивні костюми, чи якісь… не знаю, щось тепле. но в нормальном состоянии. Есть деньги, чтобы купить что-то новое, но вообще супер. Но я знаю, что сейчас все с деньги там только. Ну, вот так. Есть ли ощущение, что народ таки адаптировался, привык к ощущениям? Мы привыкли. Самое страшное, что мы так привыкли к истории. Мы привыкли к истории, кто-то там подорвался на мині. Но каждый день эта информация идёт. Там дитина нещоданно подорвалась. Потом наши хлопцы подорвались на фугасе, какому-то ехали. Но мы до этого уже так ставимся, как и до обычных вещей. Это страшно, на самом деле страшно. Потому что мы привыкли до смерти, мы привыкли до раненых. Но, конечно, это война. Что мы тут можем сказать? Вона была в очень активной стадии, когда очень много погибших людей. Сейчас она в таких более законсервированных стадиях. Но она есть, агрессия тревает, окупованные территории есть. Каждый день страждают люди. И мы не можем закрыть на это очки. Отойдём от политики. Алена, отношения с Владимиром Ткаченко изменили вас лучшую сторону, как женщины. Вы похудели, помолодели, после рождения дочки так вообще расцвели. Скажите, почему вы до сих пор так и не решитесь узаконить отношения? Ну, на самом деле, это уже не новина. Уже была программа, в которой я про это рассказывала, что мы узаконили свои отношения. Они у нас законны, из точки зрения законности. Но законность отношений, то есть начало паспорта, она ничего не решает в отношениях. Если они есть, они будут. Если их нет и стоит этот штамп, он никогда не держит двух людей разом. Поэтому этот штамп просто делают заради детей. Это правда. Потому что, чтобы дитина мала официально свою ячейку общества. Тата, маму, чтобы она мала прозвища, чтобы она мала имя по-батькови. И это делается только для детей. Ну, я так вважаю. И Володя так вважаю. Тому мы сделали достаточно прагнетичных таких меркуваний. Просто, чтобы соломия мала... Чтобы тату не всиновливал доньку. Писал заяву, что так, вона моя донька, дайте мне ее всиновить. Все произошло в таком природном способе. Ну, так и произошло. Ну, не думаю, что это на том, что нужно сделать акцент. Какие-то святки, белые сукни, лимузины, все решта, мы не планировали никогда. Особенно в такой период, сложный для страны, как сейчас. Это, я думаю, какое-то шинство. Поэтому, если мы когда-то соберем что-то святку, ну, блин, точно про это никто не будет знать. Мы себе сделаем это очень хорошо, но очень такая ситуация. А давно вы расписались, я считаю? Ну, я была на... Ну, в принципе, Володя так тягнув... Ну, как только мы узнали, что у нас будет дитина, то это было решено вопрос. Ну, в принципе, мы откладывали вещи, сейчас что-то там заважали, сейчас были какие-то серьезные дела. А потом уже там на 8-м месяце он просто взял меня за капюшон куртки и сказал, так, бегом. Потому что ты сейчас родишь, а дитина будет... это... безхатька как-то. А вы час не собирали? Какого отношения вообще? Ну, собирали, мы поговорили, ну, а не сейчас. Ну, сейчас не для этого. Так, наступное питание у нас. До рождения Соли вы уже дважды справляли с пеленками, переживали бессонные ночи и режущиеся зубки. Как решиться в этом возрасте на материнство и кто первый заговорил жену появление совместного ребенка? Ну, так или иначе, это питание поставало. Ну, то мы же... там... дивимся, как мы находимся интервью оцениваем. Ну, у кого-то родилась дитина. Чи какая-то программа была, чи какое-то кино, и так или иначе, мы обговорили эту тему. Тобто, в принципе, так в какой-то перспективе мы понимали, что дитина будет. Ну, а мы не планировали, что она будет там сьогодні, завтра, після-завтра, через рік, или еще как-то. Тому, ну, в принципе, таки отношения были, ну, зараз не планируем, но как Бог даст. Ну, и Бог и да. Ну, а з приводу там хвилювань, ну, было, как... но это не зависит от века, было и тогда хвилювание, это всегда очень хвилюющий момент. Ну, а з приводу того, что в нашей стране 40-х роков – это поздняя дитина, то я вам скажу, что, в принципе, в цивилизованном свете про детей думают, начиная с 30-ти роков. И тому 30-40 роков – это абсолютно нормальный век для народжения дитини. А ось 20-ть роков – для них нонсенс, когда народжуют. А у нас трошки на втором. Как по ощущениям старших дочерей это результатом помоложе, да, сейчас повзрослее? Насколько отличается вот это? Ну, естественно, что это отличается. Ну, 20-ть роков, я називаю, это дитина народила дитину. Ну, в принципе, так и есть. Тому ты еще не в адеквате. Адекватно не можешь относиться до дитини. Что-то ей такие дати. Чи… Не, ну, бывают выключения. Ну, но выключения подтверждают правила. Там присвятить себе так свідомо дитине. И, наконец, просто отримать насолоду от этих пельонок, какашек, зубчиков и всего остального. А в моем веке, вот сейчас я отримаю задоволение. А в 20-ть роков я думала, как бы кудись збриться и маме подкинути дитину. Ну, и как Вова воспринял новость о том, что появится у вас… Ну, прекрасно. Ну, спочатку перепитався точно теперь. Ну, точно, может сказать, только врач. Ну, типа, требуй идти до лекаря. Два тести кажут, что так. Ну, и уже… Ну, так, давайте. Ну, все. Пошли до лекаря. А мы вместе рожали? Да. Вова не забоялся? Не, ну, трохи было, но сам захотел. Я не настояла, не запрошивала. Ну, захотел, так, будь ласка. А, да, вот еще вопрос о девчонке, так как отреагировали на то, что они появились? Ну, супер. Ну, у нас для них такая бусинка маленькая. Боже, у нас тут еще одна маленькая сестричка. Они подарки дарят, танцовывают. Ну, нету такого… Ну, в них я их не залишаю. Там, там, чи ти повинна посидіти, там, чи ти повинна допомагати. Ну, тобто, в мене інший трошки подхід, що у дітей повинне бути своє життя, і не треба їх грузити своїми проблемами. Тобто, вони вчаться, там, развиваться у них своє життя. І вони приїжджають, коли вони… Ну, Зоя приїжджає, Женя, там, коли в неї час є. Вона, коли хоче, відчуває, і хоче, вона бавиться, вона там може залишитись. Навіть сама просила, там, і, там, збиралася якось мазить. Кажуть, ну, навіщо ви її берете, залиште ви мене, я з неї посиджу. Ну, тобто, якщо так, то да. Ну, але я ніколи… Ну, мене, в принципі, потреби такого немає, щоб, там, сказати, ти должна посидіти з ребенком, ти же сестра. Такой немає. Был ще такой вопрос. Щас я постараюсь найти. Щас, секундочку. А, вот. В каком формате происходит ваше общение с секс-супругом Александром Пономаревым? Мого друзя? А, как вам лазить то с дочкой с Женей? Ну, взагалі-то, в нього дві доньки, так, було на початку. Так, він казав, що Зоя – то його донька. Ну, в принципі, нічого не змінилося. Тобто, спілкування у нас немає. Спілкуємося ми дуже-дуже рідко з приводу, там, якоїсь форс-мажору, якщо це пов'язано з Женею. Зою вже, взагалі, ні. Ну, їй 21 рік, і вона доросла, вона, там, закінчила навчання, пішла магістратуру, вона там працює, ну, і тато до цього не має жодного відношення, воно все робиться сама. Женя вчиться в естрадно-церковому коледжі, він також не має до цього відношення, на екзамен не ходилися б і переживали. Тому, але вони спілкуються, вони зв'язуються, вони там, Женя там майже кожен день розмовляє, принаймні, по телефону, вона приїжджає, ну, тобто, дітей все нормально, вони там спілкуються. Я помню, когда появилась інформація о том, що родилась Соля, ти всем писала, що дівчонки, не переживайте, це не страшно, в такому возрасті все класно, все. Не страшно. Ну, все-таки все равно, ну, були? Один момент був страшний, коли ось цей тест на хворобу Дауна роблять. Так, там вже ж результати на наступний день, і оця ось ніч, вона була така, ну, але я вже казала, що не ходіть на форуми, не читайте ось ці форуми для мам, бо вони там так накрутять, я собі начитала ці форуми, накрутила так собі там всередині все, що я вже не могла дочекатися цих результатів. Ну, не треба, просто чесно, ну, от вірте в Бога, все буде добре, вірте в найкраще, все буде добре. З точки зору віку нічого страшного нема, ще раз повторюю, що всі цивілізованих країнах про дітей замислюються, коли вже стоять на ногі, зроблять якусь кар'єру. І тому, я не кажу, що це так треба робити, але я кажу, що якщо так все стало, то це нормально. Якщо ви народили сорок, то це всього. Якщо вам здоров'я дозволяє, то чому ні? Є люди, яким не дозволяє, але вони все одно йдуть на такі ризики, це ризик для їх здоров'я, ризик для дитини, це інша історія. Якщо ви цілком здорова людина, і психічно, і фізично, ну, чому ні? Не народжуйте, це прекрасно. Тама молода була в палаті? Народжували в мене групи. Ну, там є група ризику, вона ж в нас є, в нас ж в медицині ще ж ніхто не відміняв. Ну, це всі ерунда. Мені дуже сподобалось нещодавно, як сказала Манюка Долуча, що вона першу дитину народила в 40, в другу – 42, а в 50 вона стала дівчиною Бонда. Все прекрасно, в принципі, все в перспективі прекрасно. Ну, і потім, я так розумію, ощущення після рождения солі, взагалі всі страхи не відстерли. Ну, дякую, абсолютно здорова дитина. Господь дав здорову дитинку. Я здорова. Ну, що ще потрібно? Це найголовніше. Чесно, вірте в Бога. Тільки там, ніякі забубони, не слухайте нікого. Просто широ віра і ви не залишитесь поза увагу і любові у Господа. Ми його так довго скривали. Я ще пам'ятаю, Вова приходила к нам на онлайн і говорить, я міняюсь, вся моя життя зміняється. Ну, думаю, ну що ж в мене такого міняється? Може там настроли якісь плануються чи ще щось. А там, вважається, Вова стане папою. Ну, це серйозні зміни, думаю. Ну, скривали, тому що просто не хотіли, щоб дуже багато людей на цьому етапі саме, власне, знали про це. А потім вже якось там... Нічого спеціального, щоб до якогось дня не казати. Я не забубонна людина взагалі. І нікому не раджу вірити в забубони. Тому це якось було природним шляхом. Хотілося – сказали, не хотілося – не казали. Ну, просто слухайте себе, своє відчуття, як і буде все нормально. Дякую.